Вячеслав Зайцев ушел из жизни 30 апреля в возрасте 85 лет. Прощание с модельером обернулось грандиозным скандалом. Сын несколько дней не забирал тело родителя из морга, а потом решил организовать похороны на неизвестном кладбище. 3 мая должно было пройти отпевание Вячеслава Зайцева. Но церемонию перенесли на сегодня. По каким причинам неизвестно. Говорят, сын Кутюрье Егор не смог организовать прощальное мероприятие. В итоге прощание с модельером Вячеславом Зайцевым состоялось в соборе Троицы живоначальной подмосковного города Щелково. Проститься с мастером пришли его родные, близкие, знакомые и просто местные жители. На церемонию приехали лишь несколько знаменитостей, которые общались с Зайцевым и которых в разное время одевал легендарный Кутюрье. Среди них оказалась Надежда Бабкина, Сергей Зверев и Бедрос Киркоров. Больше никто не приехал проститься с легендарным Кутюрье. Одной из первых на церемонии прощания прибыла Надежда Бабкина. Однако певица на сами похороны на кладбище не поехала. Это правда государственный человек вселенского масштаба. Очень жаль, мы с ним сотрудничали и дружили. Он художник чудесный, сказала певица, держа в руках белые розы. Сын модельера Егор Зайцев появился на церемонии прощания в компании приятелей байкеров, но без цветов. Вопреки традициям на отпевание, священники облачились в красные одежды. Вячеслав Михайлович очень любил этот храм и на протяжении 15 лет посещал его. Обычно отпевают в белых одеждах, но мы приняли решение отпевать в красном, потому что Вячеслав Михайлович любил этот цвет. Он с любовью ко всем относился. В этом храме будем его всегда помнить, сказал священник после отпевания. Проститься с Кутюрье приехал 90-летний Бедрос Киркоров. Певец Бедрос Киркоров рассказал, что Зайцев был солнечным человеком и близким другом Кутюрье Пьера Кардена. Оба мастера сделали очень много друг для друга. На этом все, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!